Привет, мои хорошие! С вами Сирена Свэй и Дэнни. Привет. Привет, мужик! Привет, мужик! Сегодня мы будем показывать вам женские штучки с Алиэкспресс. В общем, кое-что я заказала пришло. А кое-что я не заказала, но очень хочу спросить у вас, где это можно заказать. Может быть, кто-то видел. Итак, давайте с чего мы начнем. Мы начнем с кофточки, которая на мне. Это такая женская кофточка. На ней написано Super, Super Pupier. Кофточка синтетическая, сразу скажу, но она достаточно мягкая, легенькая такая. И она даже пришла и сколько лежала у меня, ждала своего часа в пакетике, она не мялась. И вот я для видео себе много таких кофточек набрала, они еще придут. И мне кажется, что для девочки это вот так вот замечательно. Вот такая кофточка, вот такая легенькая, классная. То есть даже если вы чуть поправились, не будет видно. Ну, истинно для девочки. Все, кстати, ссылки я оставлю внизу, чтобы вы понимали, да, и не спрашивали. А то бывает, кто-то не заглядывает в инфобокс и пишет мне в личку, скажи, где что купить и так далее. Ты куда? Господи, господи. Ладно, я покажу это, уберу. Хотела показать вам еще очень классное средство, у меня его уже здесь нет. Это вот такие вот туши для волос, для тех, кто любит экспериментировать. На самом деле и эти же туши можно использовать для ресниц, для тех, кто любит цветные какие-то ресницы. Я тоже ссылку на них оставлю. У меня вообще есть все цвета, и бывает, когда мне совсем скучно, вот, кстати, праздники сейчас будут очень актуальны. Когда мне совсем скучно, я беру несколько прядок, вот так вот. А однажды я хотела все волосы накрасить, вообще, кстати, синим, по-моему. Но у меня там вышло все пятнами, это, конечно, кропотливая работа. Но если взять одну аккуратненькую прядку, у меня есть даже видео такие. Я в конце оставлю ссылку, вы, если что, пройдете, посмотрите, где я красила вот именно этим цветом волосы. Ну, мне очень нравилось для разнообразия его. Конечно, надо было постараться лучше, но что мне в них нравится, что они не оставляют следов. Во всяком случае, на моих подушках они следа не оставляли. И они быстро сохнут. Зай, ты открываешь и сразу тянешь в рот. А в рот это брать нельзя категорически. Дальше я хотела сказать вам о таких штучках, которые у меня есть. Это реально очень крутая вещь, потому что у меня очень много одежды, под которые просто лифчик не оденешь. Вот он даже не будет смотреться, даже целиковый какой-то, да? Даже вот такой. То есть у меня две вот такие вещи, которые я вам хотела сказать. А, да, это я лайфхак придумала уже. У меня потерялись где-то вот эти вот штучки, которые были. И они на самом деле как-то рвались. Я просто взяла и на пакет прилепила. Ну, вы поняли, что это, да? Это вот такой бюст. На самом деле он очень разрекламирован. Я уже его где-то показывала. Он очень разрекламированный. Стоит каких-то баснословных денег. На самом деле он стоит там в районе 200 рублей на Алиэкспрессе. Если у вас еще такого нет, то приобретите, потому что он меня часто спасает. Когда реально какая-то кофточка, где сзади не нужно, чтобы было видно, чтобы здесь не нужно было видно бретелик. То есть это вообще под все. Под платье с открытой спиной, под все. То есть я взяла беш, хотя можно взять черный. За такую цену можно взять два. Так что я планирую взять себе еще черненький. И если вдруг порвались эти штуки, просто на пакет липнет. Очень классно. И держится у меня складной. У меня, кстати, он, видите, здесь еще для сысков специально, чтобы они не прилипали. Хотя у меня есть еще и такие силиконовые полностью. Они не прилипают. То есть прилипают полностью. Ну ничего страшного, все отлично. А вот это такая вещь. Это, короче, вообще, если нужно еще, знаете, может быть, подкупальник какой-нибудь. Есть же такие прозрачные купальники, где прям соски видно. Короче, это тоже классная вещь. Они очень похожи. Их можно миксовать. Ну, в плане то один поносить, то другой. Не вместе так миксовать, а по отдельности миксовать. И я тоже рада вот этому приобретению в своей жизни. Потому что это класс. Тоже они вот здесь вот так вот липнут. И они были у меня раньше на... Каждая на одной. Я взяла просто одну. Одна потерялась, я взяла одну и прилепила вот так. В общем, классная штучка. Такие нососочные липучки. Дальше! Давай дальше, Дэнни. Дальше это вообще трэш. Что это, как вы думаете? Многоразовая прокладка! Да, это многоразовая прокладка. Давайте мы ее откроем вместе. Конечно, я взяла ее на самом деле не для того, чтобы использовать. Потому что, честно говоря, я не знаю, как ее использовать. Я ее взяла именно для того, чтобы вам показать. Да, и мне самой стало вообще интересно, что за ткань, что да как. На самом деле, она вообще сделана из плотного материала. Очень приятный материал. Да, вот здесь внутри типа велюра, видите? Типа велюра. Вот, что-то такое, да? Ну, вы поняли. Это то, что в теплой одежде под низ кладу, да? Но самое интересное, крылышки, крылышки, да? Самое интересное, что если здесь трусы... Вот вы можете просто представить, да? Если здесь трусы, она вот так вот защелкивается. На кнопку, вы понимаете? Кнопка находится на самом ответственном месте. Толщина, вы можете представить, да? Всего этого. То есть, и вы ходите вот так, да? И вам вот это вот, вы куда-нибудь сели. И все это вам впирается, упивается в одно место. Короче, вот. Цвета там разные, многообразные. Я вообще думаю. Ну, я возьму, чтобы показать девчонкам, чтобы показать, что вот есть, да? Ну, например, помните, у нас же было с вами видео о том, что там многоразовая прокладка или одна прокладка на 4 дня, а те, которые нужно использовать, раз и выкинул, да? И я думаю, что, может быть, такую лучше использовать прокладку для тех, у кого, например, действительно мало денег. Мы же не знаем, какие что. Но когда я показала это Кристинке, она вообще сказала, господи, да это жесть, да? Говорит, я еще понимаю, это здесь где-то у нас, да, где есть вода, а в деревнях. Вот у кого нет денег, да? Может быть, в деревнях. А там же вода, там же вода вообще дефицит. А каждый раз ее мыть, а как часто ее надо менять. И получается, что она должна быть не одна, она же должна еще сохнуть после того, как мы ее стираем. Короче, что только китайцы не придумают. Вот такая вот есть вещь, многоразовая прокладка, и это что-то. Я даже не знаю. Напишите, что думаете об этом? Я открою комментарии под этим видео, как всегда. Мне просто интересно. И тем более я задам вопросы вам дальше. Мне тоже будет интересно, кто-нибудь что-нибудь видел, кто-нибудь что-нибудь знает. В общем, вот такая прокладка. На ощупь она очень приятная, но боюсь, что вот это вот будет мешать. И, конечно, стирать прокладку... Ой, я не представляю. Я не представляю. Но если кого-то выручает, может быть, кто-то вообще такой пользовался, расскажите мне, пожалуйста. Но в целом я думаю, что это как-то не комфортно, неудобно, может быть, даже и не гигиенично. В общем, скажите, что вы думаете об этой прокладке с крылышками. Дальше. Дальше я вам покажу вот такое платье. Если кто-то смотрел мою скромняшку Крис, она тоже заказывала платье. Мы не договариваясь, вообще заказали с ней платье. Но они, оказывается, разные все-таки. Но один цвет, представляете? Вот такой красивый цвет. К Новому году, мне кажется, это будет прекрасно. Хорошо, чем больше народу посмотрит мое видео, может быть, больше увидит вариантов для того, в чем отметить ему Новый год. Откроем. Вот такой красивый цвет, прям змея вообще. Зеленый. Мне нравится. Кстати, я когда смотрела, может, вы пройдете по ссылке, видите, я увидела это платье на шишковой. Она так вот там стояла красиво. Она блондинка. Я сразу понимала, что это будет очень красиво. Я взяла размер S, давайте я его померю, покажу. Платье просто идеально подошло мне по размеру. Оно сделано из легкой ткани, буквально из прозрачной ткани, и все ушито в пайетками. Достаточно плотно сидят пайетки. Мне нравится очень фасон, мне очень нравится, что такая полуоголенная грудь, это очень сексуально. Такая открытая спина, подчеркивает силуэт. Офигенский просто цвет, нереально. Я сейчас вам покажу поближе. Пайетки очень миленькие. Вот такая красота. Ты что с прокладкой с этой носишься? Если вы не смотрели еще обзор Кристины на такое платье, только у нее с длинным рукавом, и у нее, по-моему, другие пайетки. Они у нее как-то разноцветно переливаются, хотя тоже зеленое платье. То посмотрите, я оставлю ссылочку на нее, на это видео внизу. Также я недавно услышала о таком ноу-хау, хотя оно уже давно, как бы, да, но я вдруг решила, думаю, интересно просто, сколько стоит. Кто-нибудь видел когда-нибудь такие трусики, которые называются верближьи копытца? Я вам покажу фоточку. Это очень интересный такой момент. Я когда в первый раз увидела его, то немножечко опешила, думаю, нифига себе. И вроде бы как это было то ли в Японии где-то модно, то ли еще где-то. Короче, какой-то ноу-хау. Для того, чтобы когда ты одеваешь штаники, было видно губы. Я немножко этого прикола не поняла. Этот момент меня не интересует, где найти, потому что я нашла, продается, и продается недешево. Я бы взяла ради прикола, чтобы вообще посмотреть, показать, но 899 рублей тратить на эту херню, для того, чтобы просто покрутить на видео, а потом выбросить, поржать, да? Я решила, что я вам просто покажу фоткой, что есть такая вещь, и мне тоже интересно, как вы к этому относитесь, верблюжьему копытцу или верблюжьему лапу, верблюжья лапка. Я, короче, была очень удивлена. Хотя на самом деле я не представляю, и мне кажется, что не будет так сильно просвечиваться, если мы не натянем все это, да? То есть если мы натянем и на свое, то будет верблюжья копытца. Не обязательно для этого покупать такие трусы. Они еще какие-то удлиненные, как я там поняла. Ну, в общем, кому интересно, посмотрите. Вот такая фигнюшка продается за 899 рублей на Алиэкспресс. И еще момент, который я хотела узнать у вас. Видели вы ли вы где-нибудь? Такое, да, это новшество в Японии. Это очень модная одежда с голыми принтами. Ну, типа не голые принтами, а типа ты без одежды, типа там трусы видно или еще что-то. Я тоже вот покажу вам сейчас. Я облазила весь интернет, я облазила весь Алиэкспресс. И не смогла найти, я не знаю даже, как набрать. Я набирала там принт, голая одежда. Мне высвечиваются только фартуки, либо мужские темы, либо какие-то женские, где просто видно грудь. А мне именно в прикол вот было бы найти именно вот такой вот принт. Конечно, не для того, чтобы носить, но просто хотя бы мне было бы это интересно, любопытно. Я не знаю, может, какой-нибудь прикол бы сделать или еще что-то. Поэтому, если вы где-нибудь увидите вот такое вот ноу-хау, мне было бы интересно, скиньте, пожалуйста, ссылку. Мои все соцсети внизу под этим видео есть везде ссылки. И также мне интересно, кто относится вообще как вот к этому принту, такому интересному. И как бывает не следует, если вы увидели человека, который вот так вот идет. То есть он сначала идет в трусах, получается, а потом вы приглядываетесь, понимаете, что нет. А первые вы, наверное, увидели трусы. О, тетя голая идет. Посмотри, тетя голая идет. А это на самом деле рисунок. Но я, к сожалению, не нашла. Поэтому, если на Алиэкспрессе вы найдете именно вот такие вот, да, юбки, платья, то я вообще скажу вам спасибо, присылайте мне скидки. Скидки. Ссылки. Все, мои хорошие, я была рада для вас показать всякие женские штучки. Еще с Алиэкспресс я заказала много интересных приколюх. И с удовольствием поделюсь с вами с ними. Ну, в общем, сейчас мы с вами прощаемся. Мы целуем вас и любим. Дэнни, почему ты с этой прокладкой носишься? Короче, тебе из всех женских штук понравилась многоразовая прокладка, да? Вот вырастешь, ты будешь смотреть вот это вот видео, как ты с этой прокладкой носился. И будешь смеяться сам. Как-то еще плакала, почему я прокладку забрала. На. Чем бы дитя не тешилось. Все, дорогие мои, все ссылки внизу. Я вас люблю. Обязательно будут еще новые видео с женскими штучками. И будут просто покупочки. И вообще будет много всего интересного на моем канале. Поэтому, если ты мой постоянный зритель, ставь лайк. Если ты в первый раз, то ставь лайк. И еще подписывайся на мой канал. И я прощаюсь с вами до следующего видео. Пока-пока. Пока-пока.